МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следователем? Спонтанно? Или, может быть, это была мечта с детства? Мечту с детства это никогда не было. Я мечтала о другой профессии. У меня семья мама-учитель, и я всегда мечтала быть учителем. И сознательно поступила в Хакасский государственный университет, закончила его и два года отработала в школе. А решение попасть в систему МВД пришло абсолютно случайно. Меня пригласили, просто знакомая позвонила и спросила, не хочешь ли ты прийти, освободилась должность помощника-следователя. И в тот период времени, видимо, так сложились обстоятельства, и я решила поменять профессию. Неожиданно для себя, буквально в течение получаса. Прошло собеседование. В 1999 году, в июле, пришла работать в отделении милиции в городе Черногорске. Помощником следователя проработала год, а потом была переведена на должность следователя. Проработала до 2008 года, до декабря. А потом меня пригласили работать в Следственный комитет, поскольку я в тот период времени специализировалась на расследовании уголовных дел, связанных с налоговыми преступлениями в сфере экономики. И меня по этой причине пригласили работать. Я работаю сейчас, до настоящего времени. Сначала работала в Абаканском МСО, следователем потом была переведена в следственный отдел по городу Черногорску. Сначала старшим следователем, следователем по особо важным делам, а потом заместителем руководителя. Данная должность работает до настоящего времени. Но что входит в ваши обязанности как заместитель руководителя Следственного отдела? Несмотря на то, что я занимаю должность заместителя руководителя, моей непосредственной обязанностью является расследование уголовных дел. То есть я выполняю функции следователя. И у меня просто особая категория расследования уголовных дел, это преступления в сфере экономики и налогообложения. А также категория дел, которые относятся к особой сложности. Это многоэпизодные. Несколько человек сейчас у меня в производстве уголовное дело, где несколько обвиняемых несовершеннолетних. То есть дела особой сложности. Ну а есть дело, которое тронуло самые тонкие струнки души, которая на всю жизнь запомнилась? Ну, как правило, все уголовные дела запоминаешь, потому что в каждом уголовном деле своя особая история. И ты проживаешь эту историю вместе со всеми участниками процесса. Но есть дела, конечно, которые запоминаешь больше всего, которые по времени затрачиваешь, период расследования длительный в связи со сложностью уголовного дела. Одно из уголовных дел у меня было, когда несколько подростков, несколько парней избили мужчину, избили его по ошибке случайно, должны были пойти на разборки с другим. А попался этот человек, он работал в МЧС, били его битыми по голове, человек стал инвалидом, 10 дней был в коме, лица всячески препятствовали расследованию уголовного дела, скрывались. Один из них был объявлен в розыск, был найден в Казахстане, где я гастролировал с цирком. И следствие шло почти год, поэтому как бы запоминаешь, вот такие дела уголовные, они остаются в памяти, потому что потом все виновные были наказаны, получили заслуженное наказание. Ну, а свое самое первое дело вы помните? Ну, первое дело, например, в системе МВД, там, своя категория уголовных дел, да, помню, кража была кабеля из подвала, было очень интересно, ходили по подвалу, искали это место, брали образцы кабеля. А когда пришла в следственный комитет, то первое дело тоже было связано с причинением тяжкого вреда здоровью, легшего по неосторожности смерть человека. Два знакомых, один подколол другого, воткнул нож в ногу и долго не верил, что он умер. У него потерпевший ушел из дома сам, на своих ногах, а потом потерял сознание на улице и от кровопотери, поскольку была повреждена артерия случайно, умер. И когда мы задержали обвиняемого, он прямо в течение суток никак не мог поверить, что такой ранный человек умер, и уже были вынуждены показать ему фотографию с места происшествия. Только после этого он сказал, что точно это он, а так прямо обманывать и не мог. Поэтому запоминаешь. Ну, вот получается, что следователь, даже судя по делам, которые вы привели в пример, которые вы расследуете, это совершенно не женская профессия. Как вам вот в мужской профессии, может быть, в мужском коллективе сложно это или наоборот просто? Ну, сложно говорить, женская профессия или мужская, потому что она достаточно трудоемкая, бывает, требует длительного расследования, длительного времени расследования. Нужно быть усидчивым, что иногда мужчинам, кстати, не под силу, и эти некоторые моменты гораздо легче даются женщинам. А подразделения на мужчин и женщин у нас нету, требования ко всем одинаковые, поэтому если ты пришел в эту профессию, ты обязан с ней справляться. Ну, а может быть, были такие уголовные дела, когда вот вам было жалко людей, с которыми вы работаете, которые совершили преступление чисто по-человечески, но с профессиональной точки зрения вы не имели права проявлять свои эмоции? Ну, конечно, несмотря на то, что мы следователи, мы обязаны абстрагироваться от ситуации и выполнять поставленную задачу, но тем не менее мы все люди, и, конечно, мы испытываем какие-то определенные эмоции. Эмоции вызывают дети, которые вот однажды выезжали на место происшествия, когда ребенок полторагодовал и выпал с четвертого этажа. Когда пьяная мама уехала заказывать сауну, оставила ребенка с подружками, а подружки уснули, и ребенок ручонками оперся на москитную сетку и улетел. Слава богу, девочка осталась жива. Ну, такие, конечно, тоже запоминаешь моменты. Поэтому, естественно, все, что связано с детьми, трогает. А каким, по вашему мнению, должен быть идеальный следователь? Понятие идеальное, конечно, относительное, но следователь, прежде всего, идеальный, должен любить свою профессию и обладать широким спектром знаний, потому что профессия очень разноплановая, ты можешь одновременно заниматься и расследованием дорожно-транспортных преступлений, и преступлений в сфере налогообложения, экономики, убийства, всевозможные. И следователь должен всегда быть на шаг впереди всех участников уголовного процесса и предугадывать их действия, тогда все, и выстраивать какой-то алгоритм своих действий, чтобы всегда быть впереди. И после этого уже, как бы, все будет хорошо. Ну, это ваша профессия, вы нашли себя, нет желания поменять? Профессии нет, то есть я, когда пришла, для меня это была абсолютно неизвестная для меня профессия, потому что я, как уже говорила ранее, мечтала совсем о другом. Но начав работать, я поняла, что это мое, потому что профессия динамичная, постоянно испытываешь новые ощущения, что-то узнаешь новое, она не дает тебе засидеться и скучать, хотя и занимает. Известно, что следователи по выходным работают, как вы совмещаете? Да, официально у нас ненормированы рабочие деньги, поэтому профессия связана, как раз издержки профессии связаны с тем, что ты постоянно находишься на рабочем месте. И бывают возможные ситуации, когда ты планируешь одно, а в твоей жизни все происходит по-другому, и профессия преобладает над твоими личными проблемами какими-то, поэтому это издержки. Конечно же, ну, каждый делает свой шаг в выбор осознанно и сознательно, поэтому... А вы бы хотели, чтобы ваш ребенок пошел по вашим стопам? Ну, я как бы всегда за то, чтобы дети определяли сами, но настаивать и рекомендовать я бы не стала, потому что профессия тяжелая. Если они самостоятельно придут к этому выбору, то, возможно, а так пусть познают другую сферу. А как вы отдыхаете? Ну, отдыхаем по-разному, стараемся отдыхать активно, в семью выезжаем, путешествуем, то есть чтобы максимально абстрагироваться от работы и максимально погрузиться в семью, потому что, как правило, дети получают очень мало внимания, поэтому стараемся провести все время вместе. В преддверии 8 марта чего вы хотите пожелать женщинам, коллегам, ну и, в принципе, всем женщинам? Женщинам, коллегам желаю, чтобы они, насколько можно, максимально отключались от работы, приходили домой, забывали обо всем, больше внимания уделяли своей семье и детям, больше улыбались и старались максимально, насколько можно погружаться в другую жизнь, не связанную с работой. А работа должна оставаться, когда ты заходишь домой на своем рабочем месте. Поэтому весны, любви, улыбок, чтобы почаще улыбались и поменьше переживали, потому что профессия у нас всегда связана с какими-то переживаниями. Спасибо, Татьяна Николаевна, за добрые пожелания и вам всего того же, чтобы вам было поменьше тяжелых дел, чтобы работа была в радости дальше, чтобы семья вас понимала. Напомню, сегодня гостем нашей студии была заместитель руководителя Следственного отдела по городу Черногорску, Следственного управления Следственного комитета России по республике Хакасия, подполковник юстиции Ощепкова Татьяна Николаевна. Субтитры создавал DimaTorzok